МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Как потратить меньше денег на лекарства и сэкономить деньги на что-то более приятное? Я не стану печь от вас прописными истинами. Откажитесь от вредных привычек, пейте больше чистой воды, не ешьте булки, переходите на овощи. Это и так знает каждый грамотный человек. Однако о простых и доступных вещах, которые влияют на наше самочувствие, мы порой забываем. А зря. Всякий врач скажет, проще вылечить заболевание, когда оно на ранних стадиях развития. Да и лекарства потребуются менее серьезные, а значит, и более дешевые. Но мы зачастую идем к врачу, когда уже болит так, что самостоятельно справиться с проблемой не можем. Почему не пришли раньше? Отговорки у нас на готове. Во-первых, некогда. Во-вторых, к узкому специалисту не попасть. Пройдите бесплатную диспансеризацию или запишитесь на, опять же, бесплатное обследование в Центр здоровья, которое есть в каждом районе города. Вы сможете бесплатно пройти общий анализ крови, электрокардиограмму, биохимический анализ холестерина и глюкозы, узибрюшной полости. В зависимости от возраста мужчины могут сдать гормоны простотоспецифические. Для женщин старше 40 лет это маммография. Заметьте, в платной клинике то же самое обследование стоит немало. Согласитесь, диспансеризация – неплохая экономия семейного бюджета. Есть еще одна причина нашего нежелания идти на профилактический прием к врачу. А вдруг что-то найдут? Видимо, это чисто наше, российское. Поэтому тянем-тянем, а потом бац и диагноз. Людям, которым поставлен диагноз гипертонии, инсульта, инфаркта, вынуждены длительное время принимать дорогие медикаменты. Не хотите глотать таблетки горстями? Начните с малого. Контролируйте свой вес. Посчитайте свой индекс массы тела. Для этого свой вес разделите на рост в метрах в квадрате. К примеру, мой вес 65 килограммов. Делим его на 1,66 умноженную на 1,66 и получаем 23,6. Смотрим в таблицу. Нормальный вес, но я стремлюсь к меньшему. Не понравились результаты? Вперед. Причем в буквальном смысле слова. Начните ходить. 10 тысяч шагов в день. Это примерно 30-40 минут. Это вам не будет стоить ровным счетом ничего. Это ведь не абонемент в фитнес-зал. Даже тем, кому поставлен диагноз сахарного диабета, можно держать уровень сахара в норме. Для этого займитесь терринкуром. Не пугайтесь незнакомого слова. Это всего-навсего неспешные пешие прогулки на свежем воздухе. Желательно с уклоном вверх. Пройдитесь от здания галереи по Комсомольскому проспекту к зданию УВД. Это будет примерно 10 тысяч шагов. Пусть это станет вашей бесплатной физкультурной привычкой. Зарядка по утрам, фитнес, контрастный душ, прогулки. Все это намного дешевле лекарств. Будьте здоровы и сэкономьте, к примеру, на новые кроссовки. Чтобы ваш кошелек не устраивал сцены, мы в Вивате плющим цены. С 12 по 15 марта макаронные изделия Макфа 500 граммов. В ассортименте по 29,90. Стиральный порошок Персил Калор и свежести от Вернель всего по 399 рублей за 6 килограмм. Подробности в магазинах.